Православные отмечают сочельник канун одного из главных событий в году – Рождества Христова. Этот день преисполнен особенным трепетным ожиданием пришествия в мир Спасителя. Верующие готовятся к торжеству, навещают родственников, просят прощения и всей семьёй собираются за ужином. Продолжается пост, поэтому мясные, яичные, рыбные и молочные продукты всё ещё под запретом. Центральное блюдо на столе – Сочево. Именно с ним и созвучно название праздника. Сочево – это, как правило, каша из зёрен, пшеничных или других. А любое зерно – напоминание нам о том, что зёрнышко упало на землю и дало росток новой жизни. Вот так и наша жизнь даёт росток жизни вечной. Верующие отправляются в храмы, чтобы с чистым сердцем встретить светлый праздник. Богослужения особенно торжественны и красивы. Церкви украшены белыми цветами, живыми елями и вертепами со сценами рождения Иисуса. Православные соберутся на ночную службу, а уже 7 января в 9.00 начнётся божественная литургия. Вечером мы приходим в церковь 6 числа, а седьмого дома всей семьёй отмечаем за столом праздничным, с угощениями, со сладостями. Христианский праздник собирает большое количество людей. Поэтому в рождественские выходные под усиленный контроль милиции попадут места проведения богослужений. Здесь же госавтоинспекция будет следить за ситуацией на дорогах. Повышенное внимание к нарушениям пешеходов, бесправникам, а также нетрезвым автомобилистам. Напомним, штраф за пьяное вождение от 3200 рублей. Госавтоинспекция напоминает, если вам известно о том, что транспортным средством управляет лицо, находящее в состоянии алкогольного опьянения, либо же на проезжей части находится пешеход, не заведите нас, а сообщайте по телефону 102. Большие праздничные выходные – это повод культурно провести время. 7 и 8 января в 13 часов у главной ёлки ждут детей, а в 18.00 здесь зазвучат всеми любимые хиты. 9 числа в холле Дворца искусств выступят воспитанники музыкальной школы номер 2. Уже в 3 здесь покажут спектакль «Платочек святой Ефросинии» с участием мужского хора Всехсвятский и балета «Альянс». В завершении свои лучшие песни «Бобруйча» нам подарит заслуженный артист Беларуси Руслана Лехно.